Вы, конечно же, знаете Николая Константинча Рериха как художника, но не все из вас знают, что он был и поэтом. А сочинение моего написано как раз на стихи Рериха-поэта. А называется оно «Благословенном хоровой тритих» на стихи одноименового поэтического цикла. Дело в том, что ровно сто лет назад, в 1921 году, в Берлине, впервые вышла книга его стихов «Цветы моря». Стихи эти очень высокоятся у него Максим Горький и Леолид Андреев. А все средства от продажи книги автор отправил в Россию в помощь голодающим. Одним из циклов, циклов вошедших в сборник, называется «Благословенном». Это один из эпитетов, которым на Востоке называют духовного учителя. Дело в том, что в десятых годах в России среди интеллигенции был очень популярный стихий Рабин Драната Тагора, которому в 1913 году, как вы, наверное, знаете, за поэтический сборник Гитанджали была вручена Нобелевская премия по литературе. Так вот, свои стихи этого периода Николай Верих пишет явно под воздействием поэзии Тагора. Отсюда многие образы, эпитеты и даже формы белого стиха. Я отобрал три стихотворения из цикла «Благословенном», которые объединил в мини-цикл, представляющий духовный путь лирического героя. Первая часть называется «Свет». Это взыскание митварного света, исходящего от Божественного лика, перед которым не сияет солнце, не сияет луна, не сияет сверкание земли. Вторая часть «Капли». Как не восприскать полученную благодать щедро доловную Богу? Как донести и сохранить в своем сердце? Не удержав мне всего, за всей благодатью в руках крепко ржавой, я донесу только капли. И третья часть «Пора» – это призыв к действию. Все полученное нами свыше дается нам только за тем, чтобы мы не сверли в жизни, в подвиг каждого дня. Ставим, друг, полученную весть, окончим твой отдых, светлеет восторг. Нам пора. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 что-то здесь про связь искусств. И смысл нашего такого проекта состоит в том, чтобы композиторы не только молодые, но уже и достаточно именитые, в нашей команде такой, например, автор, как Фарад Шкараев, замечательный современный композитор со своей стилистикой, произведения этих композиторов станут объектом творчества молодых современных художников. И так объединятся искусства, и возникнут какие-то очень интересные картины, которые, мы надеемся, будут выставлены в Московской консерватории и в других залах, потому что в нашей консерватории уже есть маленькая галерея в Малом Зале, вот здесь стены пустуют. И нам очень понравилось сочинение Сергея Левина, не только потому, что там был автор, связанный с живописью, но сама ткань этого произведения необычайно художественна. Огромное спасибо за музыку, я получила огромное удовольствие такой приток свежего и очень молодого искусства, вне зависимости от возраста. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Победители станффестиваля 2021 им становится Сергей Левин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.